Всевидящие окна просторах интернета. Именно так можно назвать платформу по поиску персональных данных с говорящим названием «Глаз Бога». Евгений Антипов, создатель телеграм-бота «Глаз Бога», в 2020 году совершил настоящий переворот. Этот сервис позволяет пользователю по запросу получить личные данные практически о любом человеке, включая его номер телефона, адрес электронной почты и сумму доходов прямо в мессенджере. Владельцы «Глаз Бога» утверждают, что бот работает исключительно как поисковая система. Все данные о гражданах берутся из открытых источников, предоставляются быстро и в удобоваримом виде. Те же самые данные якобы можно получить по официальным запросам в различных организациях, но на это уйдет гораздо больше времени. В начале 2021 года Роскомнадзор потребовала телеграм-блокировать такие сервисы. 1 июля сообщалось, что Таганский суд Москвы постановил закрыть «Глаз Бога». Однако позже пресс-служба суда уточнила, что решением суда заблокирован лишь клон телеграм-бота. Сбор данных ведется достаточно просто. То есть произошла утечка, давайте представим какого-то сотового оператора или той же Яндекс.Еды. И если произошла утечка, есть люди, которые начинают торговать. Либо хакеры, либо посредники, которые специализируются на продаже массивов информации с персональных данных. И эти люди, они здесь черный рынок, есть все-таки теневые площадки, где это все оплачивается, где это вываливается. Чтобы пробить своего нового парня, необходимо перейти в телеграм-канал и совершить относительно простую процедуру. Но для начала внести сумму. Она определяется временем пользования сервисом. Далее все, как в любой базе данных. Вводится в ФИО, страна проживания и при желании даты рождения. После определения базовых данных телеграм-бот выдает полный отчет о человеке. С помощью нехитрых манипуляций о другом человеке можно узнать все, начиная с его паспортных данных и заканчивая историей личных вещей. По словам экспертов, боты, торгующие личной информацией, работают незаконно, но привлечь их владельцев и пользователей довольно проблематично. Действия владельцев могут подпадать под уголовный кодекс, который предусматривает за такие деяния штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Любые данные, которые вы размещаете в сети интернет, можете по умолчанию считать, что кто-то их сможет агрегировать. То есть, альтернатива – это только не размещать о себе информацию в сети, которую вы не хотели бы, чтобы она куда-то уходила. Тот, кто обработал ваши персональные данные, вы можете, скажем так, обратиться в суд, что с вас согласен на такую обработку не брали. Соответственно, это не вопрос сервиса, это вопрос тех людей, которые работают в сервис и используются для каких-то своих целей. Если вы об этом не узнаете, то я думаю, что, в принципе, работа сервиса останется для вас тайной. Пользователи же могут оштрафовать на сумму до 3000 рублей за нарушение правил обработки персональных данных. Но правоохранительным органам очень сложно выявить факт использования такого бота конкретным человеком. Для этого потребуется проверка уже изъятого смартфона. По итогу, самый лучший способ узнать о человеке – просто спросить напрямую. И дешевле, и безопаснее. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.